Сетка, сетка и, наконец, гол! На футбольном поле сегодня любители, но уступать противнику не намерен никто. Эмоции накаляются с каждой минутой. Борьба за мяч развернулась горячая. Жарко и спортсменам, и болельщицам. Тигры, орлы! Тигры, орлы! Мы поддерживаем наших ребят, мы за них очень сильно болеем, переживаем, но скоро будет наша очередь, мы тоже будем участвовать. Мы, как и все, соревнуемся везде, в волейболе, в футболе. Мы очень сильно болеем за наших ребят и уверен, что они справятся. На волейбольной площадке тоже не скучно. Пока одни играют, другие наблюдают и подмечают ошибки соперников. Это очень интересно. Организация просто на высшем уровне. Поддержка ребят из отряда просто тоже отличная. Здесь состязаются в меткости. Анастасия перед соревнованиями тренировалась дома. Главное – хорошо прицелиться, говорит девушка, и чтобы рука не дрогнула. Но удачный бросок получается не всегда. Это интересно. Мы узнаем новых людей, знакомимся с новыми школьными отрядами. Мне это очень нравится. В парке «Зеленый остров» собрались сегодня школьники со всего Омска. Ребята соревновались в волейболе, футболе, легкой атлетики, перетягивании каната и дартси. Так проходят выходные у школьников из летних трудовых отрядов. Стараемся делать город красивее. Под таким девизом работает Катя и ее подружки. Девочки занимаются благоустройством городских улиц. Мы ездим в детские садики, помогаем воспитателям, играем с детьми. Также у нас очень много субботников. Мы ездим в разные парки, ездим в птичью гавань и очищаем мир от грязи. Спартакеада школьных трудовых отрядов прошла во второй раз. В этом году количество участников увеличилось до 300 человек. Победители определяли по олимпийской системе. Отряды играют между собой. И тот отряд, который проигрывает в паре, вылетает, к сожалению. А отряд, который выигрывает, проходит дальше, в следующий этап. По такой системе мы посчитали, что будет самое, наверное, правильно и справедливо оценить результаты команды. Что ждет победителя? Победители, конечно же, ждут заслуженные награды, призы. Мы подготовили для них в этом году значки, подготовили для них медали. Те, кто выиграет, получат, конечно, золотые, бронзовые, серебряные. Теперь соревнования будут традиционными, говорят организаторы. Поэтому состязались школьники за переходящий кубок. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Спасибо за субтитры Алексею Дорошенко.